Нитивха Асара населенный пункт, который наиболее близко расположен к сектору Газа. Местные жители до сих пор вспоминают и делятся воспоминаниями журналистами о том, как они мирно и спокойно жили не только с израильтянами, но и в том числе и с палестинцами, с жителями сектора Газа, которые приезжали сюда работать и в том числе строить эти дома. Сейчас, после того, что произошло 7 октября, после этого вероломного нападения, мечты и надежды о мирном, совместном и спокойном будущем сожжены дотла, так же, как и эти дома. Некоторые места в пределах населенного пункта вход запрещен, даже если ты гражданин, который хочет отправиться к себе домой. Если твой дом расположен в самом эпицентре, тебе туда вход воспрещен, потому что эти территории находятся в поле зрения наших соседей, точнее сказать, наших врагов, так как их однозначно нельзя назвать нашими соседями с того дня, как они решили атаковать наши дома. Разграничительные линии установлены Израилем с целью предотвращения потенциальных атак со стороны боевиков Хамас. Несмотря на высокий уровень охраны этой территории, боевикам все же удалось пересечь границу и пройти вглубь территории еврейского государства. Это ближайшая точка к сектору газа. И даже сейчас мы слышим, как работает тяжелая артиллерия, а также летят вертолеты, наземная операция израильской армии в секторе газа в полном объеме и в полном разгаре. И вот здесь мы видим даже стену, которая была построена в начале 2000-х для того, чтобы предотвратить огромное количество терактов, которые в те годы совершались против израильтян. Чуть дальше мы видим там наблюдательную вышку. Она построена здесь для того, чтобы отслеживать любые возможные передвижения и своевременно их предотвращать. Чуть дальше, примерно через 50 метров, еще одна такая разграничительная линия. 7 октября текущего года боевики Хамас прорвали несколько таких разграничительных линий и прибрались сюда, в Нити в Хаасар. Здесь они убили 15 человек. Мы стали слышать новые звуки, которые ранее не доносились отсюда. Это было в максимальной близости к нам. Люди пытались донести до нас то, где они находятся. Они звали на помощь, кричали «Спасите нас! В нас стреляют!». Люди спрашивают «Как ты можешь рассказывать все это с таким спокойствием?». Рассказывая об этих ужасах, я пытаюсь делать вид, будто это произошло не со мной. В противном случае я не была бы в состоянии пересказать все это. В любую секунду террористы могут ворваться к тебе домой и проявить жестокость, которую человеческое сознание даже представить себе не может. Мы видим места, где были убиты мои друзья. Убиты жесточайшим образом. Палестина расценивает действия Израиля как геноцид против своего народа. В израильском же обществе мнение на этот счет кардинально противоположное. Так, израильтяне видят в происходящем на Ближнем Востоке не только самооборону Израиля, но и более того, защиту его армии мирного палестинского населения от боевиков Хамас. По мнению одного из военнослужащих армии обороны Израиля, жители Газа являются заложниками режима группировки Хамас, контролирующий палестинский анклав с 2007 года. «Я несу службу в резерве около 20 лет. Это очень непростая работа – стараться не нанести ущерб мирному населению. Работа военных сопряжена с большой опасностью. Наши солдаты погибли за защиту палестинской общины от Хамас. Мы помогаем мирным палестинцам покинуть зону боевых действий, в то время как боевики Хамас открывают огонь по своим же людям». Ранее Израиль по просьбе Организации Объединённых Наций согласился ослабить блокаду сектора Газа для облегчения деятельности ООН, в частности, доставки распределений гуманитарной помощи. Однако на ходе боевых действий этот шаг цахал никак не отразился, что очевидно и по кадрам, на которых съёмочная группа CBC попала под обстрел боевиков Хамас. Субтитры создавал DimaTorzok